Владимиру Шаинскому. Как могла эта ваза и другие его подарки, преподнесённые ему в разные годы, оказаться здесь, у нас, в музее посёлка Володарского? Всё очень просто. Этот музей известен не только жителям Ленинского района. У нашего учреждения, библиотеки, музея, очень много друзей. В Москве, в Московской области, в разных городах, и в Жуковске тоже есть. Есть такие персональные люди, которые просто увлечения имеют необычные. Кто-то изучает усадьбы, кто-то храмы. И мы со многими знакомы. Даже у нас есть друзья из театра «Ромэн». Так через знакомую из семьи Шаинских старший сын композитора Вячеслав отдал в музей на хранение некоторые уникальные вещи, принадлежавшие отцу. Один из самых ценных подарков, вот сертификат, вручён был Владимиру Яковлевичу в связи с 85-летием. А к сертификату приложен вот такой сервиз маленький. Этот сервиз изготовлен на императорском фарфоровом заводе в единственном экземпляре из уникального костяного фарфора. В коллекции сувениров Шаинского есть и морские, поднятые со дна моря им самим. Ведь кроме музыки маэстро увлекается и собирательством подводных трофеев. В свои 90-е он бодр и полон сил. Все эти уникальные вещи будут выставлены в библиотеке музея на постоянно действующем вернисаже. Эти вернисажи, конечно, пользуются интересом, потому что люди приходят и говорят, знаете, особенно, конечно, пожилые, которые не могут никуда не поехать, они приходят, посмотрят, говорят, господи, как же хорошо, что есть такой уголок, где мы можем просто душой отдохнуть. Кроме всего прочего, сын Шаинского передал в музей много аудиокассет с записями произведений композитора, с личным автографом. И сборники нот, сотрудники хранилища планируют передать их в свою детскую музыкальную школу для награждения победителей творческих конкурсов. Людмила Медведева, Павел Игнатьев, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.